Добрый день всем поклонникам спорта. Приветствуем вас из Санкт-Петербурга. Это спорткомплекс «Нова Арена». И впереди второй товарищеский матч между национальными футзальными сборными России и Сербии. Вопросов игра нашей сборной, на мой взгляд, оставила достаточно много. Видимо, представляют составы. У Сербов ничего не изменилось. ДН Майес главный тренер здесь без Лазаревича, известного болельщиком Тюмени. Он, кстати, отдельное сообщение отправил, и чтобы Павел Карпов, получивший повреждения боковых связок в первом матче, побыстрее восстановился и своим экс-партнером по Тюмени. Пропускал, но так как всего 14 игроков можно заявить, это тоже и договоренности, но и некий официальный момент этих трех. Да, ну, было понятно, что Багиров в одну из двух встреч сыграет и явно выйдет вместо кого-то из двух левшей. Это либо Демина, либо Карпова, но тут уже выбора точно не было. Одна из, ей досталось, но Слободан, он же Боб Томич извинился. Галкипер Сербов. Вот здесь перехват и момент у Багирова. Хорошая передача. 1-0. Артем Ниязов. Третий мяч в двух играх против Сербов. Да, Ниязов вновь хорош. Ну и вот отметим то, чего, может быть, не хватало нашим в первой игре, вот этой агрессивности на передней линии. Посмотрите, с чего получилась атака, перехват. В принципе, и Багиров мог бить, но в итоге все довели на Ниязов. Ниязов, конечно, мастер большой. Вот здесь мы видим, что Багиров мог первым касанием ударить, но все равно развил атаку. Опять же, почувствовал Ниязова выбегающего немножко сзади, со спины. Вот говорил я о том, что хорошо знакомы друг с другом в футбольном плане два эти игрока. Вот эта связка, собственно, в итоге и сработала. 1-0. Ну да, Артем, конечно, сегодня, наверное, главная фигура сборной. В защите хорошо сыграл Тишкало. Слева смещается в середину. Удар под перекладину Слободан Томич. Как и принято в футзале, ну так же, как и с этого сезона в Барисуперлиге. Хороший удар Камиля Гериханова. И как-то он притормозил уже, не видя перспективы. Ох, какое подправление-то Маринковича. Хорошие взаимодействия. И открывание Андрея Панкротова. Маринкович, что делает против Тишкало, а? Тишкало вторую ошибку уже подряд совершает. Как-то немного расслабился наш капитан. Да и некоторые другие игроки, но он впереди Артема. Да, но тем более... Оль-2-0. И это Арсер Багиров. Связка, все-таки будем говорить, из КПРФ. Ну, безусловно... Старые вот эти, по памяти они все разыграли. Ниязов, но Багиров и... Мы только говорили, что Ниязов не входит в список лучших бомбардиров, но сколько передач он раздает. Мы это знаем. Подготовительные фазы. Это... Очень большое умение видеть площадку и вот оставлять вот таким образом мячи. Да, вот вот. Ну и как пронесся, минуя защитников сербских Багиров, и его лед направил мяч в Севку. Арсер Багиров. Вот 2-0. Сборная России переигрывает сербов. Может быть, по разным причинам в сборную не попадали, но вот уже дойдя до такого солидного возраста, в целом постепенно все-таки дает возможность заиться этим игрокам, проявить себя. Хотя вектор, еще раз повторюсь, конечно, вектор на игроков до 30, потому что это и есть перспектива сборной. Первый тайм завершен. 2-0. Сборная России переигрывает сербов. Место в плей-офф. Побороться за восьмерку. Уже теоретические даже шансы. Позади. Их нету Сибиряка. Но Юдин во многих встречах проявлял свое мастерство. Вот здесь что-то случилось. Блок. Снова Щурок. Ох, как здорово сейчас. Да, все-таки забьет Панкратов, хотя передач было несколько. Там и на Чешкал могла пройти. Но ключевым, я думаю, стало, конечно, опять хорошее приключение Щурка. Здесь опять поймали сербов на... Ну, наверное, просто на численном большинстве. Но еще, конечно, еще раз мы целиком посмотрим момент, по, конечно, передаче Ниязова. Вот здесь была ключевой. Приколевая на Багирова. Багиров, и здесь вроде бы не получился удар у Панкратова, но затем вторым уже заходом... Я вообще даже не уверен, на Панкратова ли мяч отдавался. Мне такое ощущение, что сила передачи от Багирова, по-моему, предполагала все-таки, что это пройдет на Чешкал. Но Панкратов решил все сам. Всяком случае, Багиров у нас еще зарабатывает одну очко. Ну, надувный нападающий Андрей Панкратов. Перехват Багирова, 3-0. Сборная России обыгрывает Сербию. И впервые удалось пробить нам Вулича. От тренеров Кристалла располагался Панкратов. И 4-0. Панкратов, Багиров. Дубль Арсера Багирова. Очень красиво. Да, разыгралась эта четверка. Вот чувствуется очень удачная смена. За две с половиной минуты второго тайма сборная России забивает Панкратов. Мы вот опять заметим все-таки Щурок. Отличная передача. Панкратов, конечно, раскрасил это хорошим действием. И опять все-таки все началось именно с розыгрыша от Щурка. Опять вот преимущество первое. Конечно, мастеровитые наши ребята раскрасили всю эту ситуацию. Довели ее до красивого такого завершения. Перейти совсем сегодня другое настроение. И еще другое на табло. 4-0. Уверенное преимущество. Вуллич. Да, но эта четверка просто, что называется, рвет сейчас. Штурмует. В этой смене, да, все. Пайкович впервые у Сербов в этой игре появился. У него 16-й номер. Тут пробуют новые варианты. Маес перед Павлов. Алибеков и как Вуллич, а, среагировал. Сумасшедшее спасение. Все-таки Галкиперон реактивный. Уже это несколько раз продемонстрировал. Павлов вновь ассистирует. Видите, занести там даже с вратарем этот мяч в сетку. Голевой момент. Щурок. Но Багиров может попробовать один в один. Я думаю, что так сейчас и будет. Успел, а. И 5-0. И это Иван Чешкало, капитан сборной России. 5-0 Россия-Сербия. Ну и отметим, конечно, здесь очень сильные действия Багирова в очередной раз. Но еще одну очку зарабатывает Арсер. Потому что не так легко было этот мяч выцарывать. Посмотрите, здесь было единоборство. Да, первую фазу Арсер выиграл. Потом уже ему навязали борьбу. Уже падает. Под правой ноги вот успел этот прострел сделать. Ну и отметим, конечно, Чешкало, который очень хорошо подстроил свою обратную диагональ. И очень важно, что не выключился Иван Чешкало, как иногда бывает в таких ситуациях. Вроде бы уже падал Багиров, но мяч не ушел и упустил из виду. Рассуждение вести есть и Дмитрий Путилов. Наверное, не лучший сезон, проводящий в своей карьере. Впереди плей-офф. Вот как раз по этим играм уже они окажутся определяющими. Идемин, хватают его, мешают. Да он все равно выдал. Как же в Крудинов-то не попал. Какой прекрасный пас. Пас-конфетка. Точно, в Крудинов и его умные очень действия как раз создают хороший ритм. Антон Соколов справа из штанга. После удара Антона Соколова добить мешают. Все это не протирается онлайн. Поэтому в конце игры может быть. И Дмитрий Юдин, первое спасение. Багиров у нас основной, так сказать, был по системе гол плюс пас. Но понятно, что Ниязов, Чешкала признанный лидер. Панкратов. Надеюсь, что в будущем мы увидим от более молодых игроков результативные именно действия. Так-то по качеству мы видели, что в целом, особенно во втором тайме, все три четверки сыграли достаточно креативно, интересно. Забить не получилось у двух из трех. Но тем не менее, все это можно отнести, конечно, 5-0, но отнести к позитиву. Сегодня у нас был позитивный матч.